Можно, конечно же, попробовать его разобрать, посмотреть в чем дело, еще же он не включается, нажимать всякие кнопочки, так он выглядит изнутри. Итак, вы купили себе недорогой, достаточно неплохой планшете Coasters T-72, в данном случае в простонародье называется Megafon Login 3, и решили поставить туда другую сим-карточку. Поставили туда другую сим-карточку, не мегафоновскую, а он говорит, нет, будь добр, ставить только мегафоновскую сим-карточку, ибо только мегафон может использовать этот планшет. Ну, есть решение, я уже выпускал видео, там достаточно все не так сложно, ссылочку на видео я оставлю, но все-таки, кратенько, то есть через ванилку при помощи кода звездочка, решетка, звездочка, решетка, 3, 6, 4, 6, 6, 3, 3, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Там заходим в инженерное меню, в самом низу инженерного меню выбираем SimLog, далее вкладку Sim1, Network Personalization, Unlock, и в появившемся поле вводим код для разблокировки, достаточно несложный, 123, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, нажимаем Finish и Yes, то же самое, необходимо проделать и со вторым слотом, переставляем сим-карту мегафона в слот 2, перезагружаем, разблокируем, аналогично выбрав уже вкладку Sim2. Ну, как понятное дело, что все это будет работать, если предварительно вставите, еще раз подчеркну, обязательно в первую очередь вставить в первый слот карту мегафона, иначе вся эта процедура просто не прокатит. Многие мне писали, что это не работает, что есть еще одно решение, что можно просто в мегафон логин просто вставить сим-карту другого оператора и ввести код 569911019, то есть 569910119. Я его тоже напишу в описании, пропишу на всякий случай. Ну, этот код называется NCK код, он единый как бы для всех 569910119, но есть момент, когда и это не помогает. В данном случае можно поступить следующим образом. Для разблокировки планшетов надо войти в инженерное меню, как я и говорил ранее, но уже другим способом. Решетка, 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 3, 6, 3, 3, решетка, решетка. То есть, повторяю, решетка, 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 3, 6, 4, 6, 6, 3, 3, решетка, решетка. Далее к Connectivity, CDC Information, Radio Information, там нажимаем Phone 1 и в поле вводим команду AT плюс EJMR равно 1,7, запятая кавычки, 3, 5, 7, 6, 7, 10, 65, 0, 3, 8, 2, 1, 5. Кавычки закрываем, жмем ОК, возвращаемся к Phone 2, там вводим команду AT плюс EJMR равно 1,10, запятая кавычки, 3, 5, 7, 6, 7, 10, 65, 0, 3, 8, 2, 2, 3, кавычки закрываются и жмем ОК. Перезагружаем планшет и проверяем имой, чтобы было точно, как должно быть. Выключаем, ставим две симки или по очереди других операторов и в поле код разблокировки вводим 3, 2, 3, 2, 0, 8, 1, 4, 0, 8. При наличии двух симок код вводим дважды. С одной перезагрузка, смена слота и повторяем код. После разблокировки снова меняем имой на оригинальный и перезагружаемся и пользуемся. После AT плюс обязательно ставить пробел, кстати. Но опять же на всякий случай я это все пропишу в описании, потому что на слух я понимаю, что это воспринимается достаточно тяжело. Но если случается так, что и это не помогает, что же делать, когда и этот способ не помогает? Более того, еще возникает ситуация, когда планшет проработав, он уже просто со временем работает отлично, планшет себя показывает достаточно неплохо. Но вот случается, что он просто выключился и не включается. То есть вроде бы заряжен, вроде бы все хорошо. Все, выключился и не включает. В данном случае поступают следующим образом. Зажимают. Но в первую очередь в отношении, конечно же, с непосредственным мегафон логин третьего. Здесь есть вот это маленькое отверстие для сброса. Иголочкой туда нажимаете. Помогает. Но не всегда. К сожалению. В моем случае сейчас не помогло. Можно зажать верхнюю кнопочку громкости и кнопку включения одновременно, подождать 3 секунды. Иногда это помогает. Но и у меня это не помогло. Можно сделать то же самое, только с нижней кнопочкой громкости. Зажать одновременно 3-5 секунд подождать. И он должен перезагрузиться и включиться. Но и в моем случае это не помогло. Можно, конечно же... Кстати, вот. Пленочка уже и задралась. Эта пленка шла по умолчанию в комплекте. Отдельное спасибо производителю. Подумал, побеспокоился. Вот уже после года использования пленочка так и сцарапалась. Я думал, что это дисплей. А на самом деле дисплей достаточно новенький. Хорошо смотрится. Все хорошо у него. Итак. Что же делать, когда и это не помогает? На самом деле есть достаточно простое решение. Оно несложное. И помогает универсально во всех случаях. Можно, конечно же, попробовать его разобрать. Посмотреть, в чем дело. Еще же он не включается. Нажимать всякие кнопочки. Так он выглядит изнутри. Процессоры, сим-карточки. Несъемный блок питания. Чуть-чуть его, если постараться, конечно же, можно снять. Ну ладно, не в этом суть. Ну, я хочу предложить другое решение. И, на мой взгляд, самая адекватная в сложившейся ситуации. Итак. Итак, продолжаем. Что же нам сделать, чтобы включить разоблокированный мегафон логин, который не включается по каким-либо причинам? Как поступить в этой ситуации? Есть универсальное решение. Вот, кстати, еще раз. Пленочка, про которую я уже говорил. Ее уже в сторону не понадобится. Для этого нам понадобится газетка. Непосредственно сам планшет. Вот она вот тишься. И для этого нам понадобится разводной ключ. Ну, или молоток. В данном случае берем разводной ключ. Купите себе нормальный планшет. Купите себе нормальный планшет. А не вот это, вот это. Не мучайте себя. Купите себе нормальный планшет. Вот. Так он выглядит изнутри. Нормальный планшет купите себе. И все у вас будет нормально. Остерс, на самом деле, достаточно неплохая моделька. Она одноразовая. Попользовались, поиспользовали как навигатор. Или дали ребенку, купили. Чтобы не жалко было, что если его разобьет случайно. Ну, а потом просто не мучайтесь. Не тратьте время его что-то блокировать, разблокировать. Что-то там отремонтировать. Если дисплей разбился, не парьтесь. Потому что дисплей разбитый восстановить невозможно. Их даже на запчасти не продают. Это настолько дешевая модель. С такими дешевыми, примитивными показателями. Так что не парьтесь. Просто вот так вот. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Купите себе нашу планшет. Не жалейте денег. Ну, конечно же, перегибать не надо. Там за 40 тысяч приобретать. Но за 5-7 тысяч рублей нынче можно адекватные модельки найти. Удачи! Забыл сказать, не забудьте, пожалуйста, не забудьте вытащить сим-карточки, карты памяти и так далее. Потому что всё, что вы сделаете с этим планшетом потом... Ну, дальше уже на ваше усмотрение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...